Зеленский заранее токсичен для Запада Политика Кризис на Украине 18 мая 8.45 Зеленский заранее токсичен для Запада Высокие гости из США и ЕС игнорируют инаугурацию нового украинского президента Дмитрий Родионов Комментарии в просмотров 7772 На фото, Владимир Зеленский Фото, Анна Марченко, ТАСС Материал комментируют Андрей Манойло Иван Мизюха Вице-президент США Майк Пенс не будет присутствовать на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского Ранее сообщалось, что Пенс планирует в торжественный день быть в Киеве, однако теперь принято иное решение Об этом сообщил портал «Русская весна» Ранее приезд Пенса анонсировал глава МИД Украины Павел Климкен Он также похвастал, что следует также ожидать приезд на Украину и других высокопоставленных гостей из США О том, что на инаугурацию Зеленского точно прибудет американская делегация топ-уровня, говорил и спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер Уже известно, что помимо Пенса на инаугурацию Зеленского отказался ехать президент Польши Анджей Дуда Соответствующую информацию распространила пресс-служба администрации главы государства Причины такого решения не раскрываются Также стало известно, что приглашение на церемонию вступления в должность нового украинского президента отклонили главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Евросовета Дональд Туск При этом отказ Юнкера вежливо объяснили отсутствием планов по поездке на Украину А отказ Туска загруженностью его рабочего графика Сообщается, что Евросоюз будет представлен лишь замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Морошим Шевчевичем Читайте также На Украину приехал новый хозяин Как на политической жизни страны отразится возвращение Коломойского Напомним, инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского назначена на понедельник, 20 мая Эта дата была накануне утверждена депутатами Верховной Рады При том, что сам Зеленский настаивал на проведении церемонии днем ранее 19 мая Стоит также отметить, что состав иностранных гостей на инаугурации по политическому уровню абсолютно не случайно значительно уступит тому, что присутствовал на инаугурации действующего президента Петра Порошенко 4 июня 2014 года Тогда церемонию посетили вице-президент США, президенты Польши, Швейцарии, Молдавии, Белоруссии, Грузии, Литвы, Германии Премьер-министр Канады, председатель Евросовета, заместитель генерального секретаря ООН, генеральный секретарь ОБСЕ Отчего такое понижение представительского уровня? Это свидетельство огромного разочарования Запада общей социально-политической и экономической ситуации на Украине? Или причинов подозрительной для Запада личности Зеленского? Вот, что по этому поводу думают эксперты свободной прессы Это совершенно определенно никакой не сигнал, а стечение обстоятельств Уверен профессор МГУ им МВЛ Манесова, доктор политических наук Андрей Манойло Видимо, Пенс занят чем-то более важным У него масса головной боли Иран, Венесуэла, внутренние партийные разборки Прокурор Мюллер в затылок дышит во снах Есть от чего заморочиться Кроме того, Путин так и не поздравил Зеленского с победой на выборах Возможно, Пенс считает, что он не может быть ниже российского лидера СП, еще одним отказником оказался президент Польши Анджей Дуда Также не приедут Юнкер и Туск А эти почему? Дуда, как обычно, ждет сигнала из Вашингтона Пенс не поехал и Дуда в Киеве не будет У Юнкера проблемы сугубо личного характера А Туск считает Зеленского худородным шляхтичем Неправильно зашедшим в политику И смотрит на него свысока Кроме того, все они, возможно, понимают Что, прилетев на инаугурацию, отдадут дань почтения Прежде всего, Коломойскому Птенцом гнезда которого является Зеленский Это тоже попрание их статуса СП, представительский уровень иностранных делегаций В сравнении с инаугурацией Порошенко в 2014-м будет значительно ниже Это может быть связано с недоверием коллективного Запада к Зеленскому Нет, это сугубо личностный фактор И поправка на мнение США Пенс не собирается лететь, значит, не полетят и птицы поменьше СП, насколько вообще представительский уровень присутствующих на инаугурации политиков По-вашему, сказывается на международном авторитете президента любой страны? Международный авторитет любой президент набирает не за счет представительных приглашенных на инаугурации А конкретными делами В этом плане Зеленскому ни к чему собирать большой консилиум Когда диагноз и так понятен Лучше сосредоточиться на делах И тогда признание само придет Если, конечно, придет СП Ранее лидеры стран Запада отнеслись к Зеленскому с настороженностью Зеленского обязали принести клятву в бандере Главный декоммунизатор Украины поставил ультиматум новоизбранному президенту СП Инаугурация Зеленского по составу гостей обещает быть беднее Чему Порошенко, так? Это является политическим символом чего-либо Во-первых, это является результатом плохой организации и инаугурации Во-вторых, господин Зеленский не обладает политической репутацией и разветвленными связями с лидерами государств Европы В-третьих, в мире прекрасно осознают дутый рейтинг избранного президента Украины СП, с чем связано столь ощутимое понижение уровня? С разочарованием Запада в общей ситуации на Украине или с личностью Зеленского? Складывается ощущение, что Запад планирует пересмотреть свою политику в отношении Украины Конечно, не стратегически Но точечно и довольно-таки серьезно Того же американского президента не удовлетворяет работа посольства США в Киеве СП, кстати, почему все же Рада решилась на инаугурацию 20 числа, а не позже Как предлагали некоторые депутаты местного парламента Не связано ли это с давлением Запада? В тот же день послы стран G7 Фактически попросили Порошенко на выход Я не исключаю, что США надавили на Порошенко по этому вопросу Они дали ему понять, что хромая утка слегка задержалась И порой идти на парламентские выборы, которые уже осенью СП, какие еще сюрпризы могут ожидаться на инаугурации? Может ли тот же Порошенко как-то ее омрачить? Не исключаю, что ряд парламентариев проигнорирует инаугурацию Это в традициях украинской политики Кроме того, не исключаю уличного выступления радикалов на улицах Киева В день вступления в должность нового президента этой страны А в это время Украина решила не приглашать представителей России На инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского Которая пройдет 20 мая Россия не была приглашена на это мероприятие Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями Передают ТАС заявление представителя МИД Украины Екатерина Зеленька Екатерина Зеленька Екатерина Екатерина заставляется на это мероприятие